Сенаторы одобрили законопроект по бюджету Фонда социальной защиты населения на 2025 год. Доходы планируются на уровне 33 миллиардов рублей. Это на более чем 3 девятизначных больше ожидаемого исполнения 2024. Темп роста порядка 111%. Основными источниками пополнения стали взносы на государственное социальное страхование. 19 ноября в 18 часов пройдут встречи с жителями Бобруйска по вопросам работы Организации системы жилищно-коммунального хозяйства города. Председатель горосполкома выслушивает жильцов, которых обслуживает ЖЭО номер 2. Местом проведения станет средняя школа номер 19 по улице Интернациональная, 51. Беларусь и Китай обсудили вопросы сотрудничества в аграрной сфере. Дружественная страна выразила готовность к партнерству в сфере передовых технологий, селекции семян и растений и обмена опытом в использовании чистой энергетики при организации сельхозработ. Также в Минсельхозпроде отметили, торговля с Поднебесной развивается, расширяется ассортимент поставляемой продукции. Если ранее это было мясо и молоко, то на сегодняшний момент кондитерские изделия, шоколад, напитки и не только. С января в Беларуси увеличится базовая величина. Итоговая сумма – 42 рубля. Экономический показатель, напомним, влияет на размер ряда пособий, стипендий, налогов и сборов. Штрафов – других выплат. Также с начала 2025-го подрастет и базовая ставка – до 270 рублей. В Беларуси за период с января по октябрь 2024-го организациями всех форум собственности построено порядка 30,5 тысяч квартир, введено в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров общей площади жилья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова